Всем добрый вечер. Добрый вечер. Коллеги, продолжаем близкую конференцию. Главный тренер хоккейного блога «Спарта» Борисович Миронов. У нас тренер Башкин Дарьев. Ну что, можно сказать, очевидная, хорошая, тяжелая игра. Ну, сказал бы так, что, естественно, две игры плывов, кость в кость. Никак у нас не получается сломать оборону. Один гол – это тяжело выиграть 1-0 игру. Тем более, с такой командой пойдем пытаемся и ищем какие-то варианты в тройках, чтобы улучшить свою результативность. Ну, сегодня сложилась так игра, что научилась сравнять в конце игры. Но в овертайме допустили ошибку. А овертайм прекрасно понимает, кто ее первый допустил, кто-то проиграл. Готовимся. Ничего страшного, готовимся. Серия еще не окончена, так что будем готовы к следующей игре. Спасибо, коллеги, вопрос просто. Дмитрий Олегович, во-первых, как все-таки игралось в обороне без Александра Никишина, одного из ключевых защитников. И, во-вторых, показалось, что в овертайме как раз СКА стал действием более агрессивным, к чему, может быть, «Спартак» был не готов. И возможно, что такого опыта игры именно в овертайме в плей-офф не хватило вам? Ну, знаете, мы в сезоне в овертайме, в принципе, выигрывали. Но здесь, конечно, по-офф, совсем другое. Ну, я бы сказал, что все равно длинная лавка, где-то мы успевали смениться, выпустить сверху игроков. Было где-то наложение, СКА воспользовалась этим. Ну, старались, я думаю, думать больше об обороне и ждать. Стерпели ваши команды СКА, но не получилось. А по Никишину, ну, это хоккей, незаменимых не бывает. Поэтому, как будет себя чувствовать на сто процентов, так сразу будет игра. Ещё вопрос коллеги. Дмитрий Лукашенко, пожалуйста, вы показали со стороны, что сегодня болельщики очень помогли вам вернуться в игру, сравнять счёт. Ваши внутренние ощущения о том пираже? Согласен с вами полностью. Болельщики слышно и видно, что болель переживает, помогает, гонит нас вперёд. Но, опять же, это игра проффа. Мы не можем бежать забивать. Мы тоже должны думать об обороне. Поэтому здесь как-то комбинационный хоккей обороны на первом месте и воспользоваться ошибкой противника, если они допустят. Но, видите, сегодня счёт был 1-0. Всю игру в конце игры удалось убрать в вратаря, сравнять счёт. Но это недостаточно. Пока не очень доволен большинством. Не получается завтра разговаривать, смотреть видео. В чём причина постараться улучшить эту компанию. Вопрос, коллеги? Нет вопросов? Нет вопросов? Нет, есть вопрос. Владимир Владимирович, вы же знаете Кузьменко? Непонаслышки. Давно-то. Как-то сдали его силы. Здесь, коллеги, это вопрос. Понимаете, о чём я? Ну, конечно, сдав. Ну, что можно сказать. Молодец, он играет от души, от сердца. Поэтому старается делать свои лучшие. И показывать свой лучший хоккей. Не только так все должны играть, как он. Но, молодец, что он может пожелать ему дальнейших успехов. Но нас сейчас не столько волнует того игра, сколько игра нашей команды. Потому что чёт серии вы знаете. И нужно находить себе силы, переломливать это. Но могу сразу сказать, что команда «Спартакт», народная команда, она не сдаст до конца, она будет биться до последней секунды. Что бы ни было. Что бы ни было. Что бы ни было. У меня есть вопрос, коллеги? Можно я отогрешу? Да, вы отогрешу. Давай. Спасибо. Борис Александр Ильич, приветствую. Загляю на третьем. Всё-таки посерили. Какой позитив? Очень плотная игра для команды. Альба, альба. Ну, естественно. Вы же прекрасно понимаете, что мы играем с командой «Скайта», одна из сильнейших команд лиги. Поэтому мы прекрасно понимаем всё. Стараемся найти какие-то минусы, уязвимые места. Пока не всё получается. Но сегодня по броскам за три периода переигрывали. Но это, опять же, это только броски нужны и голы. Поэтому будем разговаривать. Нужно больше лезть на ворота. Закрывать вратаря. Много этих нюансов. Стараемся достучаться до ребят. И в следующей игре показать совсем другую. Ещё время вопросы будут? Сергей Борисович, Вас тут удивляет? Хороший? Может быть, кого-то может уже лезть из ребят? Нет. Меня удивляет, что команда выходит, бьётся. Как и должно быть. Это клы-офф. Да, где-то, может быть, мы проигрываем через мастерство. Но желание не отнять у ребят. Поэтому желание, трудоспособность, всё пока на высшем уровне. Ну да, где-то чуть-чуть не хватает нам перевести матч в свою пользу. Но, опять же, повторюсь, мы не собираемся не сдаваться, причём мы только будем заряжены ещё больше на следующий матч, чтобы выиграть и сократить отставание. Спасибо. Спасибо. Вопросы нет, да? Спасибо большое. Спасибо, коллеги, тогда перемещаемся. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...